Эта презентация об эффективности карт-контроля компьютерными системами, как их читать, строить и использовать, а также вводится авторская концепция IT-карт-контроля. Один из наиболее эффективных способов визуализации работы динамических систем это карты контроля качества. Изначально изобретенные для использования в большинство строений, они затем стали одним из основных инструментов оптимизации бизнес-процессов в рамке методологии Six Sigma. Теперь, после некоторой эволюции, они стали применяться для управления вычислительными мощностями, особенно при использовании адаптивных самонастраивающих систем наблюдения или мониторинга за серверами и аппликациями. В данной презентации обсуждаются следующие. Что такое карты контроля качества? Немного истории теорий, где их используют и в какие компьютерные инструменты они встроены. Типы карт контроля. Например, в чем отличие классических карт Шухарта из теории статистического контроля процессов от карт контроля, используемых в информационных технологиях. Представлена галерея реальных карт контроля, работы серверов и аппликаций с подробным объяснением, как их читать и использовать. Вводится концепция IT-карт, особенно удобных для контроля информационных технологических процессов. И как эти карты используются в оригинальной системе статистического распознавания аномалий и трендов, созданных автором. Частично обсуждаются общие методы построения карт контроля и особенно новой авторской версии IT-карт. В будущей презентации будут показаны конкретные способы построения карт контроля с использованием популярных программ Excel, R, BERT, SAS и некоторых других. Где контрольные карты встроены в систему управления? В каких аппликациях их можно увидеть? Обратите внимание на SETS. Это и есть система статистического распознавания аномалий и трендов, созданных автором. А вот почему контрольные карты используются в управлении вычислительными мощностями. Определение карт контроля Что такое карты контроля? Что такое карты Шухарта? Выбор лимитов контроля на основе стандартных отклонений или перценталей. Типы классических контрольных карт. Карты контроля многовариантного адаптивного фильтрования для интрибационных технологических процессов. Что есть обобщение классических карт карт. Для выбора типа лимитов контрольных карт надо делать тест на нормальное распределение исходных данных. Примеры карт контроля с данными о работе компьютера. Очень эффективно сочетать использование карт контроля с другими графиками. Почему же карты контроля так эффективны? Далее идут примеры контрольных карт. Карта контроля страниц памяти. Сравнение тренда и контрольной карты. Тренд поддерживает то, что видно на контрольной карте. Пример карты контроля длины очередей процессов. Рекомендуется глобальных данных карты сопоставлять с картами детальных данных для определения причины аномалии. Примеры карт контроля времени обработки и объемов транзакций. Определение аномалий в системах ввода-вывода. Примеры карт контроля для метрик мейнфреймов. Демонстрация, что карты контроля выявляют аномалии лучших обычных графиков измерения работы серверов. Примеры аномалий в мейнфреймах, которые с легкостью выявляются при помощи контрольных карт. Примеры контрольных карт на основе данных, замеренных раз в день. Примеры патологии или дефектов, которые были вскрыты при помощи карт контроля. Наиболее лучший вариант – это использование 168-часовой недельной контрольной карты. Очень эффективно использование контрольных карт для анализа виртуальных машин в сравнении с картами анализа сферов, на которых они работают. Пример контрольных карт для анализа быстродействия системы. Как же строятся 168-часовые недельные контрольные карты? Идея такой контрольной карты заключается в сопоставлении параметров контрольной выборки данных с последней недели данными. Приведение данных к недельному профилю. И в результате получается ИТ-карта. На ИТ-контрольной карте каждый прошедший день смещает данные на 24 часа. Концепция ИТ-контрольной карты сродни экрану радара. Другой пример построения ИТ-карты со смещающейся границей последних данных. Идея такой карты контроля заключается в сопоставлении параметров контрольной выборки данных с последней недели данными. На ИТ-карте всегда воскресенье находится слева, а суббота справа. А граница между данными текущей недели и прошедшей недели скачет на 24 часа с каждым дневным обновлением такой контрольной карты. Вчерашние данные пятницей обновились, обнажив аномалию, exceptions. Как нужно читать элементы ИТ-карты? И, наконец, пример ИТ-карты контроля околореального времени. И основные ВВД. Список публикаций по теме. Спасибо за внимание. Следующая видеопрезентация на ту же тему будет о том, как строить карты контроля, используя Excel, R, BERT, MySQL, SAS и некоторые другие программные инструменты анализа данных. Например, здесь на экране сейчас показана карта контроля реального времени, написанная на языке R, которая будет разобрана и прокомментирована в следующей презентации. До встречи! АПЛОДИСМЕНТЫ